Девушки отдыхают «Папа, что такое Пасха?» Я начал объяснять, а она прервала меня и говорит «А давай ты сделаешь о Пасхе фильм, и тогда мне все станет ясно и понятно». Что ж, давай! Для созревшего, взрослого сознания не секрет, что религия – это способ управления массами. В лучшем своем проявлении религия – это костыли, для не имеющих сил жить самостоятельно. В худшем – это опиум для народа. Не секрет также, что нам объясняют древние храмы, как культовые сооружения, только чтобы не раскрывать их истинное, совершенно практичное предназначение. Сегодня иудеи уже открыто говорят, что истинная цель христианской религии – это внедрение иудаизма в головы гоев. Короче, вас учили, что иудаизм – это не миссионерская религия. Так это не так. Ведь пастухи, управляющие человечеством, оперируют не годами и не десятками лет, даже не сотнями. Президент одного светского государства Украины бьет поклоны в церквях по всей стране, размахивая томасом. Попы освещают перекрестки, ракеты и школы. В другом светском государстве Россия в программу младшей школы уже официально введены уроки христианства. И при этом всем, так называемом просвещении, как грибы, после дождя появляются сотни новых религиозных течений и сепл. Воистину. Хочешь стать богатым – открой бизнес. Хочешь стать очень богатым – иди в политику. Хочешь стать супербогатым – создай религию. А сегодня мы поговорим о Пасхе. Есть явные и принципиальные противоречия между тем, что написано в Библии, и тем, что говорят об этом празднике, и тем, что мы на самом деле празднуем. Хочешь больше никогда не ходить на работу? Мы воспитали в себя все лучшее, что есть у эко-поселений и родовых поместьй и сделали шаг вперед. Здесь ты вспомнишь, как это – быть свободным. Узнаешь, что можно легко обустроить комфортную жизнь вне города и стать независимым от системы. Научайся полностью обеспечивать себя водой, едой, энергией и теплом. Отдыхай со смыслом. Мы будем строить дома-купола, взаимодействовать с водой и животными, укладывать глиночурку и гонт, делать печь ракету и бетон из конопли. Мастера международного класса и гости со всего мира приезжают к нам. Приезжай и ты. Здесь тебя ждут древние знания, современные технологии и настоящие друзья. Мощь и красота гор, нетронутая природа, купание в чистой родниковой воде, круглая баня, песни у костра и хороводы – все это зарядит тебя силой, наполнит здоровьем, поднимет осознанность и подарит уверенность на твоем пути из города в природу. Чтобы разобраться, давайте предположим, что те давние события, которым посвящена Пасха, действительно имели место. И все персонажи – Иисус Христос и другие – были вполне реальны. По сравнению с уровнем развития землян пару тысячелетий назад, пришлые паразиты были более ловкими и продвинутыми, и пользовались этим вовсю, растопыливая щупальца и распуская перья. То, что христианство появилось в Израиле, и оно для Израиля, для народа Израиля, это не Истархов сказал. Откройте Библию, Евангелие от Матфея, глава 15, стих 24. А вот кулич, откуда он взялся в нашей традиции, не знаете? Он взялся из русской печки. Правдивую информацию о православии попы старательно уничтожали и надеялись, что паство всегда будет тупо и послушно следовать за пастырями иудейского бога Иеговы. И какое-то время так и было, но сейчас все в корне изменилось. Неблагоприятное воздействие на человечество эпохи Лисы закончилось, и люди начали просыпаться от ментального сна, в который они были погружены последнюю тысячу лет. О начале новой эпохи, эпохи Волка, смотри наш фильм, ссылка сверху, как волки меняют реки. Слово «пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прохождение избавления». В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя, всего человечества, от рабства дьяволу. Иудеям же церковники их рассказывают другую сказку. Песа. Иврий. Миновал обошел. Евреи. Праздник Пасхи назначен для того, чтобы жертвоприношениями благодарить своего бога Иегову за то, что он пощадил иудейских первенцев, когда убивал в Египте всех остальных. Так называемая «десятая казнь». Достаточно спросить любого так называемого верующего православного, почему их главный праздник называется Пасхой. И что на самом деле это слово обозначает и вообще откуда оно взялось. И почему этот праздник Пасхой называется так упорно. Несмотря на то, что вроде бы у него есть и параллельный термин у этого праздника, параллельное название, так называемое «воскресенье». Откуда все-таки, вы же каббалист, откуда же тут происходит эта нерациональная ненависть, вы можете нам объяснить? Да, это естественно. С точки зрения каббала это абсолютно ясно. Что же мы имеем на самом деле? Мы имеем два разных события, которые празднуются в одно время. Как видно из определений, причины появления христианского иудейского праздника в Пасхе различны. В одном случае это воскрешение, в другом исход из Египта. Рассчитанное на глупость и доверие слушателя. И желание сотрудников церковной корпорации утвердить в наших головах, что христианская Пасха – это совсем не то, что иудейская является самой настоящей манипуляцией сознанием, то есть зомбированием. И доказать это совсем не сложно. Есть такая древняя еврейская традиция. Два козла готовились для принесения в жертву. Кидался жребий. И одного из них сразу зарезали на жертвенники, а второго, так называемого козла отпущения, уводили в иудейскую пустыню и скидывали со скалы. Когда на жертвенный стол вместо предателя по своей воле взойдет тот, кто не виновен, каменный стол расколется. И когда русам навязывалось христианство, именно такое событие, как возрождение Иисуса, могло быть принято нашими предками для почитания весной, когда они славили Ярила Вешнева. Ну скажем, Пасха, да? Да, что происходит? Весна, возрождение, вскрывается земля, да? Начинается новый цикл, природа оживает после спячки. И Ярила Вешнева, праздник славянский, что делали на Ярила Вешнева? Делали куличи, ну, Пасхи, да, в форме лингама, фалоса, пениса мужского. Вы знаете, как Пасха выглядит, да? Да, сверху еще белым посыпанным, семенем, лист первым. Зачем нас теми или иными способами подталкивают к празднованию религиозных праздников? Неужели церковники действительно озабочены нашим отдыхом, хорошим настроением, просвещением, здоровьем и счастьем? Нет, конечно. Церковники стараются держать свои стада в черноте, отчаянии и безысходности. А нужно им это для того, чтобы сломать волю людей, естественное стремление к свету и к жизни. Пасха не является праздником воскрешения Иисуса Христа, Это иудейский праздник, во время которого они вынужденно отдают свою жизненную силу и приносят жертвы банде космических паразитов. Ты веришь в Бога? Нет. Труп. Ты веришь в Бога? Да. Ты веришь в моего Бога? Нет. Труп. У моего Бога хер больше, чем у твоего. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok